Дня Женщин Именно в этот период меняется не только погода, удивительным образом меняется настроение. В мыслях появляется легкость и на душе становится радостно от предвкушения чего-то нового и обязательно хорошего, что должно вот-вот случиться. Главное не потерять это приятное настроение в суете привычных дел, и тогда весеннее волшебство обязательно произойдет. Накануне праздничной даты в зале приемов областного исполнительного комитета собрались представители женской общественности Брещины. Женщины-руководители предприятий, женщины-работники агропромышленного комплекса, женщины-матери. Такая представительная встреча не просто дань традициям, это особый случай, когда мужчины выражают глубокую признательность дамам за их силу, за их самоотверженность и труд. Прекрасные представительницы Брещины могут покорить любые вершины, делают и будут делать все для того, чтобы дети росли в мире и достатке, чтобы любимые люди не знали трудностей, были мудры, умны и здоровы. Так считает и героиня нашего следующего сюжета. Ее называют учителем от Бога. Когда мы слышим эту фразу, в памяти сразу возникает образ того самого педагога, той самой учительницы, которую любили все без исключения ученики и с удовольствием бежали на урок. Наверняка у каждого из нас есть такой преподаватель, которого даже спустя годы хочется поздравлять со всеми праздниками, чтобы еще раз сказать слова благодарности за их терпение, труд и любовь к своей нелегкой, но благородной профессии. Есть такие учителя и сейчас. Речь идет о Лидии Ивановне Степанюк, директоре одного из лучших учебных заведений страны гимназии номер один города над Богом. Как ей удалось завоевать сердца детей и что помогает нести с высокоподнятой головой гордое звание учителя, расскажет Виктория Драгобецкая. На протяжении 40 лет Лидия Ивановна с честью несет гордое звание учителя русского языка и литературы. Кроме того, сегодня она член Президиума Ассоциации директоров Школы Республики, а также участник Совета специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Окончивши Митовскую среднюю школу, Лидия Ивановна безраздумно поступила в Брестский пединститут и ни дня об этом не пожалела. «Я благодарна судьбе, что я в учительстве», – говорит отличник образования. В свое время именно судьба дала Лидии Ивановне подсказку, которая и привела ее в профессию. У меня в школьные годы были хорошие учителя. В памяти осталась самая добрая, самая светлая о моих учителях. Я закончила деревенскую школу, это в Кобринском районе, Шеметовская средняя школа. Вот видно коллектив учителей, который работал там и подтолкнул меня на эту профессию. Ну, безусловно, еще любовь к детям. Дети для Лидии Ивановны – постоянный источник вдохновения, который служит прекрасным подспорьем творческой стороне профессии и заставляет искать новые пути подачи урока. Тут в дело вступает еще и природный талант нашей героини – слышать и слушать собеседника. Лидия Ивановна убеждена, что самое главное – быть справедливым и честным по отношению к своим ученикам, родителям, словам, к окружающим тебя людям. Ведь не зря говорят, что дети легко распознают ложь, а потому к ним только с открытым сердцем. Дети – это такие маленькие человечки, которые чувствуют тебя. И когда у тебя какая-то неприятность или на душе тяжело, и когда они вот так робко своим взглядом показывают поддержку, вот это многого стоит. Ученики платят любимому учителю той же монетой. Побеждают на городских, областных и республиканских олимпиадах. Становятся студентами престижных вузов не только в нашей республике, но и в других странах мира. Благодаря заслугам педагогического и ученического состава в 2012 году гимназия стала победителем среди организаций науки и образований Брестской области. И в этом году была признана одним из лучших учебных заведений республики. Директор гимназии рассказала нам, что и помогает держать марку. Моя гимназия – это мой второй дом. Иногда бывают такие годы, что, возможно, и первый, потому что больше находишься в гимназии с коллективом, с ребятами. А с годами как-то это еще больше, это заведение, когда стаж уже немалый здесь, и сделано очень много, и хочется еще больше. Поэтому гимназия, конечно, магнитом притягивает. Мне приятно, что не только я могу сказать об этом, беседуя с коллегами, они тоже скажут об этом. Учат азам науки и жизни в гимназии порядка 60 преподавателей. Каждый из них предан своему делу и приходит в учебное заведение с одним стремлением – дать знания своим ученикам, научить правильно мыслить. И в этом желании неустанно тащивают свое мастерство. Чтобы коллеги шли на работу с улыбкой, Лидия Ивановна, как опытный директор, старается создавать для этого все условия. И учителя за это ей благодарны. Лидия Ивановна очень чуткий, отзывчивый человек, креативный. Она постоянно привносит в работу нашей гимназии какие-то нововведения и стремится сделать нашу гимназию домом. Поэтому сюда так приятно переходить каждое утро. Во-первых, Лидия Ивановна коллега, она тоже учитель русского языка. Во-вторых, мы по возрасту как-то близки. Ну, а в-третьих, мужчин в школе мало. Я объясню, почему есть вот это малое количество. Чем привлечь их больше, наверное, нечем, а зарплаты особо нет. Их привлекают женщины. Вот она одна из тех, кто привлекает мужчин. Привлекает Лидия Ивановна и детей. Тут к женскому обаянию стоит прибавить чуткость и высокий профессионализм. Я учу детей, а они меня, смеется педагог. Ведь учитель – человек публичной профессии. Человек, который всегда на виду, навечно вызванный к доске, который словом стучится в душу. Наверное, узнать, что думают о тебе ученики в глубине души, желает каждый педагог. Сегодня у Лидии Ивановны появилась такая возможность. Лидия Ивановна, она всегда старается, чтобы каждый ответил, и никто не остался без оценки, никто не остался обиженным. Она всегда старается быть с тобой добрее. Нравится она мне по характеру, добрая очень, ласковая. Если есть какая-то проблема, поможет. Она добрый человек, потому что всегда, когда мы, бывает, все плохо напишем, она всегда дает нам переписывать, не ставит плохих оценок, всегда выслушивает, когда кто-то хочет ей что-то рассказать. В своем интервью на вопрос о хобби и увлечениях Лидия Ивановна ответила. Люблю работу, людей, страну и места, в которых живу. Поле, лес, свою дачу. Словом, мое хобби – любить жизнь. И в Международный женский день хочется пожелать нашей героине никогда не оставать к этому увлечению, а в качестве подарка услышать поздравления своих любимых гимназистов. Я хочу ей пожелать всего хорошего, чтобы ее всегда радовали ученики, и мы не будем ее огорчать, мы постараемся. Конечно же, я желаю ей оставаться такой же ответственной, искренней, доброй, чтобы здоровье всегда было на высоте, чтобы наша гимназия продвигалась вперед и вперед, и чтобы ученики давались легкими и хорошими. Хочется пожелать удачи, чтобы продолжала в таком же духе, чтобы была такой же красивой, ну и огромного счастья. Виктория Дрогобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Ожидание праздника Дня Женщин дня 8 марта приходит с первыми днями весны. Таковым чувством подвержены все и физики, и лирики. Как правило, физика, математика и химия не входят в список любимых школьных предметов у прекрасной половины человечества. Все чаще девочки тянутся и достигают успехов в изучении гуманитарных дисциплин. Но порой бывает и так, что именно интегралы, уравнения, молекулярные формулы и законы ОМА вызывают живой интерес у девочки-подростка, и любознательность становится отправной точкой научного пути. Так случилось и с героиней нашего следующего сюжета. Екатерина Карбулаева с самого детства тянулась к изучению точных наук. Могла часами просиживать за учебниками, чтобы все-таки решить задачи повышенной сложности. Сегодня девушка – студентка пятого курса Брестского государственного технического университета. И жизненные цели у нее связаны именно с научной деятельностью. Мимолетное знакомство нашего корреспондента Анастасии Старабко с Еленой Карбулаевой натолкнуло ее подготовить об этой весьма интересной девушке сюжет. С Екатериной Карбулаевой, студенткой пятого курса факультета инженерных систем и экологии, мы встретились у стен ее альма-матер. Университет девушка уже не один год считает своим вторым домом. Здесь проходило становление специалиста по водоснабжению, водоотведению и охране водных ресурсов. И здесь Екатерина хочет остаться работать после магистратуры и аспирантуры, к поступлению в которой сейчас усиленно готовится. Я хочу поступить в магистратуру, вообще остаться в университете. То есть коллектив, кафедра нравится. То есть преподавать тоже очень интересно, узнаем что-то новое о людях. Постоянно с людьми общаешься, то есть хочется остаться в университете. Среди колб, пробирок, микроскопов и реагентов в университетской лаборатории Екатерина чувствует себя уверенно и на своем месте. Сегодня все опыты проводятся, безусловно, еще под контролем педагогов. Но планы у девушки просто наполеоновские. Хотелось бы, да, создать что-то реально новое, чтобы в основном помогло экологии. То есть изобрести лекарства у меня навряд ли получится, но вот лекарства для природы может быть. То есть хотя бы там что-то с источными водами, либо водоподготовка, то есть для человека, либо для природы что-то хочется создать. С самого первого класса маленькая Катя из всех школьных предметов особенно любила царицу всех наук математику. Конечно, тогда она еще и не задумалась о том, как это будет связано с ее дальнейшей жизнью и работой. Однако из всех заданий в учебниках особенно любила именно самые сложные, которые заставляли подумать и порой не один час искать решение. Сегодня сложно сказать, что было изначально – любознательность или целеустремленность. Но и ту, и другую черту характера в ней отмечали и учителя в школе, и педагоги в университете. Надо сказать, что Екатерина Карбулаева, она уже на первых курсах проявила интерес к студенческой научной работе. И она уже не первый год занимается у меня студенческой наукой. Она, в общем-то, лауреат первой премии, ее работа была оценена в высшей категории на студенческом конкурсе научных работ. Она была опубликована в печати. Екатерина – она очень целеустремленный человек. И у нее есть такие, понимаете, ценности жизненные, которые она хочет достичь. Остаться в родном университете, преподавать и заниматься научной деятельностью – таковы долгосрочные цели и мечты у будущей магистрантки. Тем более, что первые шаги уже сделаны. Два года назад Екатерина открыла новую страницу своей биографии, став участником международного экологического проекта, о котором сегодня рассказывает первокурсникам в рамках университетских выставок. Я в прошлом году начала свою активную научную деятельность, то есть различные научные разработки, посещение конференций, в том числе международных. Как говорил наш завкафедр, что я была на конференции и семинарии пресса нашего международного. Там были немецкие студенты и наши, белорусские. Было очень даже интересно и много нового узнали. Хочется, чтобы соответствовали нормам международным и нашим. И в Адабре как было чище, в том числе экологическая ситуация улучшалась. Поэтому хочется разработать рациональный какой-то способ, более дешевый, экономичный, чтобы все предприятия могли поставить это сооружение к себе на завод. Помимо серьезного и необычного увлечения наукой во всех других областях и сферах жизни Екатерина Корбулаева, обычная, интересная и приятная в общении девушка, которая в список своих увлечений внесла не только учебу, но и занятия в танцевальной студии, спорт и путешествия. Друзья – еще один из важных пунктов. Именно они всегда поддерживали и поддерживают ее в непростых, но интересных начинаниях. И сегодня, в международный женский праздник, они желают сил и успехов именно в достижении намеченных девушкой целей. Катя в своем роде уникум. То, с какой легкостью, с какой скоростью она схватывает практически любой материал, любую науку, это можно только позавидовать. Я уверен, что в науке, если она действительно захочет чего-то добиться, она обязательно добьется. Анастасия Стропко, Андрей Ищерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Берестейские женщины знамениты своим сильным характером. Они мастерски справляются с любой работой, профессионально выполняют свои обязанности, успевают следить за собой и руководить коллективом. Татьяна Николаевна Сукачева. Женщина из плеяды амбициозных и трудолебивых. Более 30 лет своей жизни она отдала служению людям, а именно детям. Профессиональный доктор, грамотный руководитель и чуткий человек. Так отзывается о нашей героине в коллективе Брестской областной детской больницы. Познакомилась с врачом с большой буквы и наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Смотрите ее материал. О том, что в кардиоревматологическом отделении Брестской детской областной больницы трудится настоящий коллектив профессионалов, догадываться не приходится. Пациенты довольны, в палатах всегда чисто и уютно, дети под чутким присмотром докторов и медсестер. Работа врачей здесь слажена, каждый справляется со своей задачей. Собрала такой коллектив возле себя талантливый руководитель, ответственный и квалифицированный специалист Татьяна Николаевна Сукачева, заведующая отделением уже не первый год. Коллеги ценят ее за доброту и отзывчивость руководства, за исполнительность и трудолюбие. Татьяна Николаевна требовательный специалист, прежде всего к себе и к своим коллегам. Требовательность необходима в работе, потому что за всем этим, за ее работой стоит ребенок. И здоровье ребенка, наверное, это самое главное в нашей работе. С дочкой попали сюда по поводу лимфоузла. Ну, здесь мы находимся уже неделю. Хочется за это время, проведенное здесь больницей, высказать огромную благодарность за ведущее отделение Сукачевой Татьяне Николаевне, также лечащему врачу. Выбрав свою профессию однажды, она никогда не сходила с курса, постоянно двигалась вперед. Внедряла новые методики в лечении больных, совершенствовалась как врач и специалист узкого профиля. Женщина признается, что чувствует себя по-настоящему счастливой тогда, когда видит радостные лица выздоровевших пациентов. За долгий и плодотворный труд Татьяна Николаевна была отмечена не только грамотами и дипломами Министерства здравоохранения, но и искренней благодарностью пациентов. Наблюдаю себя с 2010 года. Очень сильно люблю Татьяну Николаевну. Вот. Ну, а вот как она подходит к лечению, как ты считаешь? Ну, Татьяна Николаевна очень заботливый человек. Она любит каждого по-разному, старается для каждого. Гордится тем, что наши дети выздоравливают. И когда тяжелого ребенка привозят, и в него вкладываешь все силы, свои знания вместе с коллективом. Врач назначения, врач осмотры. А вот вытягивать будет средний и младший медперсонал. Понимаете? И когда одна команда, и этот ребенок уходит, неважно, забыл он сказать спасибо, неважно. Дети скажут, вот дети скажут. Я имею в виду взрослых, да? Главное, что ты видишь, что этот ребенок уходит. Сегодня Татьяна Николаевна не представляет своей жизни без любимой работы. И днем, и ночью она готова прийти на помощь пациентам, помогая не только лекарствам, но и добрым словом. Верность к лятве Гиппократа Татьяна Николаевна сохранила. Она уверена, только если по-настоящему любить то, чем занимаешься, сможешь преодолеть любые вершины. И даже покорить малоизвестный недуг. Врач сегодня. Квалифицированный врач. Профессиональный врач. Ответственный врач. Болеющий за свое дело. Доброта. Понимаете? Отсутствие, чтобы не было равнодушного отношения. Свой жизненный девиз Татьяна Николаевна прививает коллегам. Возможно, поэтому кардиоревматологическое отделение Брестской детской областной больницы известно далеко за пределами нашего региона. Среди всех дат в календаре 8 марта, пожалуй, самая цветущая, благоухающая и любимая для многих женщин. Ведь в этот день представительницы прекрасного пола принимают подарки, комплименты и особое внимание со стороны мужчин. А это и есть повод почувствовать себя нужной и любимой. Отвлечься от серых будней и насладиться своей женской природой. А природа женская, как известно, многогранна. Брестские женщины не один раз доказывали, насколько все они не похожи друг на друга. Насколько они индивидуальны, талантливы и энергичны. Сколько в них вдохновения, какие они умелицы, рукодельницы и мастерицы. 8 марта – прекрасный повод вспомнить о героинях наших сюжетов. Ведь они действительно творческие и неповторимые. О женщинах красивых, смелых и талантливых вы узнаете из материала Кристины Куприковой. Брестские женщины всегда отличались своей оригинальностью и умением из простых вещей создавать необычные. Творческая лаборатория Ольги Клявы тому прямое подтверждение. В прошлом заброшенный чердак, теперь отрезанный от мира суеты уютный уголок. В нем Ольга растворяется. Именно в этом неповторимом творческом кабинете на свет появляются уникальные изделия из бисера, куклы из ткани, разрисованные кувшины, декоративные коробочки. Развернутый наизнанку внутренний мир каждого из нас выглядит по-разному. Ольгин наполнен множеством продуманных деталей – ярких, теплых, отчасти неординарных и самобытных. Пожалуй, только женщине и под силу притворять обычное в оригинальное. Начиналось все с моей бабушки. Она у нас шила, вышивала и с самого детства она к этому приучала с сестрой. Мы этим всем всегда занимались. Куклы шили, шили им одежду с самого детства. А как появился бисер, я думаю, что все девочки в то время фенечки разные плели. Серьезно уже, когда замуж вышла и начала покупать книги различные, все нравилось и все хотелось попробовать. Женская душа всегда стремится к красивому и необычному. Увлечения Елены Чаусовой по всем пунктам подходят под эти определения. Искусство, которым занимается девушка, а это пескография, мимолетно, как и женское настроение. Необычно и красиво, как и сама женщина. Это меня захватило, это меня очень увлекло, это приносит мне удовольствие и расслабление. Даже на большом концерте, где, в принципе, любой артист волнуется, у меня волнение пропадает тогда, когда я прикасаюсь к песку. Творчество брестских женщин не имеет границ. То, что для одних обычный сладкий песок, для Анастасии Колупанович – материал для будущих произведений искусства. Девушка занимается сахарной флористикой и весьма успешна в этом деле. У нее есть чувство формы и, что самое важное, чувство вкуса. А потому она заслуженно может называть себя истинной женщиной. Мне все время нравилось печь. С детства бабушка пончики разные, там хворост пекла, пирожки, пирожные. И я в деревню летом к бабушке часто ездила, практически каждые каникулы. Там у меня подруга была, которая очень вкусно пекла. И как-то мне тоже стало интересно. Жительницы нашего города заслуживают самых горячих признаний и самых искренних поздравлений. Каждая представительница прекрасной половины человечества по-своему талантлива и необычна. Просто важно, чтобы рядом был тот, кто поверит в нее, поддержит и приласкает. И тогда любая женщина поймет, насколько она талантлива и неповторима. Сколько в ней сил и задора, как она прекрасна и уникальна. Мы хотим поздравить просто с этим днем, сказать спасибо в первую очередь. То, что вы есть, то, что вы наполняете нашу жизнь смыслом, жизнь мужчин. Однозначно буду делиться своим теплым настроением, теплым настроением души, дарить радость. Все-таки международный женский день, день 8 марта. В этот день мы должны дарить только самое хорошее и только самое лучшее. Каждая женщина заслуживает этих слов. И не только в праздник, а каждый день. Ведь без женской нежности, заботы, умения утешить и поддержать не обходится ни один мужчина. Дарите женщинам цветы. Народная мудрость гласит. Цветы появились на свет не ради красоты и аромата, а для того, чтобы одаривать ими любимых. Поздравить всех берестейских женщин специально накануне 8 марта в город над Бугом приехали самые популярные артисты, которые в прошлом году буквально взорвали интернет-пространство своенародной музыкой и эксклюзивным исполнением. Итак, вас, милые дамы Брестчины, поздравляют Зоя и Валера, наши земляки-березовчане. Пусть говорят и минута славы, рассмеши клоуна, многочисленные программы с их участием на белорусских и российских телеканалах, интервью, концерты, корпоративы. Разведумали наши земляки Зоя и Валера, что к ним уже в довольно элегантном возрасте придет мировая слова. Начиналось все с исполнения песни Елены Ваенге «Снова стою одна дома на кухне». Досужий родственник выложил любительскую съемку в интернет и тут началось. На них обрушилась слава. А вообще телефон покраснел, в голове неизвестно что, потому что в такой, как говорит, такая аудитория людей откликнулись на наши песни. Тоже баламутство какое-то в голове, не знаю куда деваться, куда касаться. Сами не понимали. Сами не понимали. В чем дело? Кое-что и сейчас мы понимаем, но уже немножко освоились. Зазвестились? Нет, нет. Мы таки... Я не понимаю, как может человек перестроиться. Он родился, он крестился, он живет, он пожилой. Как можно перестроиться? Никак. Ну да свободно перестроиться. Но мы простые люди, как вот на прямом эфире говорили, таланты и струщок. Они были неоднократно гостями российской программы «Пусть говорят». Андрей Малахов четыре раза приглашал их на съемки у Москву. В том числе и в качестве подарка своим друзьям. Они встречались с Ларисой Гузеевой, Александром Мысляковым, Тихановичем, Ириной Винер и, конечно, с любимицей Еленой Ваенгой. А Елена Ваенга, она вас увидела, услышала и... Что она вам сказала? Она, мы ее атаковали немножко за ней, цепились за машинкой, с этого базара она ехала в гостиницу. Она ушла в свой номер, а мы ее ждали. Мы каравай спекли, рушники вышивала, ну встречала. А как встретилась и слово забыла, что говорить. Как-то опишала. Ну она так вывела хорошенько нас. Она простенько с нами поговорила. И поговорила, и автограф дала, и билеты дала. Я вам разрешаю, пойте на своей кухне. А мы куда-то дальше вылезли, говорит, ну да пилась птичка. Сегодня они постоянно на гастролях, постоянно в разъездах. Новый репертуар, новые песни в том числе. И сочиненные неутоймой Зои, Валера признается. Может, среди ночи разбудить и приказать ноты записывая. Но они по-прежнему простые люди и немножко стесняются своей такой неминутной славы. Сейчас-то мы побыкли. Пораньше мы у нас... Так, не стеснялись. Нервная это была высота нервная. Я бы уже стеснялась. Ну мы стеснялись. Да мы и сейчас стесняемся. Просто... Ну уже знаем, люди с людьми понимают слова. Русские, белорусские, это все понятно. И все. А тут же и летали, и видели больших людей. Они тоже люди. Вот эта Ирина Винер, Масляков, Гузеева. Они тоже хорошие люди. Люди просто хорошие. И простые. И простые. Но сидят они высокие очень. Нас блютут. Чтобы мы были тоже... Масляков говорит, поэтому я здесь, а вы там. Но где бы они ни были, они всегда эмоциональны, дружелюбны, откровенны. Они просто заряжают слушателей оптимизмом и счастьем. Так и хочется пританцовывать, прихлопывать под их незамысловатые народные песни. Но с очень тонким подтекстом. Самое запомнилось, это «Минута славы». А «Минута славы» тоже вас видела на «Минута славы». Очень мы, да. Вы не все видели, потому что там очень много про нас. Особенно песня «Леди Гага», самая последняя. Мы в каждой серии участвовали. Да, в каждой серии. Да, ну, как выразились, вы наш гость, гвоздь программы. А «Леди Гага», она неизвестная, она не такой ритм, я никаких, не знаю, нот. И надо вклиниться, врезаться в ту музыку. Было тяжело мне. Он знает ноты. То немножко он лучше. Ну, как Масляков сказал, там не все знают ноты далеко. Ай, ну, как-то получилось. И, конечно, в заключение нашего разговора с Зоей и Валерой не обошлось без пожеланий всем женщинам в Ресской области, всем белорусскам. Поздравляю, наверное, с женским днём, чтобы здоровье было везде у женщины. Это первое. Правда, женского здоровья, потому что мужское здоровье очень отличается от женского здоровья. Да. Вот поэтому женского здоровья, счастья, успехов, чтобы тишина была на таможнях. Да, тишина. Обязательно. И вот такая у нас «Не кури» есть песня. Это ответ на «Курю». Если бы ты знала, моя дочка, как у меня душа болит, Знаю, что непросто тебе в этой жизни сердце материнское мне говорит. Да не важно, что вдруг случилось, только важно, где ты и с кем, с кем ты и где. Я хочу, дочь, чтоб ты изменилась, а измена происходит в борьбе. С праздником! Здоровья, счастья и успехов! Праздник, как женщина! Дай Бог, с тишинным в нашем мире! Лариса Осмолович, Виктор Халевко, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ. Женщина бесценна. Высокое предназначение дано ей на земле. Она – заботливая мать, любящая жена, хранительница семейного очага. Она несет в мир жизнь, любовь и красоту. Она растит детей, согревает теплом и заботой мужчин. Будьте всегда счастливы, любимы и прекрасны. С днем 8 марта! Праздничный выпуск провел Павел Белявский. До свидания и до встречи в эфире на канале Бук-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова